Всем доброго времени суток! Сегодня хочу вам показать производство, на котором я печатаю ткань и делаю вышивки. Называется оно Интекс, находится в Екатеринбурге на Монтерской 3. В описании укажу контакты, вдруг вам понадобится. Оно работает также онлайн, могут отправить куда угодно, но если вдруг вы решите к ним приехать лично, то сначала вам нужно позвонить и договориться на встречу на определенное время. И вы с документами приезжаете на КПП, вас оформляют, досматривают автомобиль, если вы не пешком идете на территорию завода. Ну и если все хорошо, то вы двигаетесь по этому пути. Тут в принципе недалеко, я вам покажу на всякий случай. И кстати, я как раз заказал вышивку, сейчас заберем и я вам покажу качество. Это у меня подписчики заказывали на всю семью костюмы с вышивкой, у них свой логотип и они хотели как бы на свою одежду свой логотип сделать. Я раскроил, привез на производство деталей, на которые будем вышивку делать и как до меня очередь дошла, ребята все вышили. Смотрите какое качество вышивки хорошее. Кстати, у меня на эту тему вообще даже уже давно есть рьюс снятый. Давайте я вам его покажу. У меня из Питера заказали целых 4 костюма на семью, еще в начале лета. Это папа с мамой и дочка с собакой. Да, такой необычный заказ. Решили сделать себе фэмили лук и про любимого питомца не забыли. У этой семьи активный отдых и им нужно было что-то такое практичное и камуфляжное на лето. С манжетами-трансформерами, спереди чтобы были карманы на клапанах и обязательно нужна вышивка. У них есть свой семейный логотип. Мы раскроили костюмы и я дал спинки на швейное производство Intex. Просто самое лучшее качество, которое я видел и самое главное недорого. А вот с выкройкой худи на собаку я не знал что делать. Я вспомнил, что Лариса, которая дизайнер Versace, шила коллекцию одежды для показа мод в Милане на людей и их питомцев. Я попросил помочь мне и она любезно согласилась. Рассказала, как такую выкройку можно самостоятельно построить. Я все сделал как она сказала и худи на собаку села просто идеально. Да и вообще такой необычный заказ получился интересный и творческий. Теперь рассказывайте вы, какой у вас был самый необычный заказ. Ну или вы может просто для себя шили что-то классное. Давайте я вам сразу покажу на каких машинках мне это вышивали. Шестиголовочная машина она под объемы взята естественно. Потому что на одноголовочной это очень напряжно все делать. Мою вышивку получается делали сразу на четырех. Ну да, 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 естественно. Получается сколько времени вообще ушло на то, чтобы вышить мою конкретно вышивку? Это зависит очень сильно от количества стежков. А вот как раз кстати моя и была. Да, вот. Значит вот здесь показано что количество стежков 10937 на одной. На одной, да. Ну они же получатся все четыре одновременно вышивали. Ну да, да, да. И сколько по времени? По времени я не знаю. Здесь не написано? Нет, здесь не написано. Это как бы она ориентировочное время дает сколько это зависит от скорости. От скорости еще можно задавать. Больше всего времени занимает именно такая, скажем так, работа руками. Трудоемкая, конечно. И время много отнимает. А теперь давайте я познакомлю вас с Василием, собственником компании. Пойдемте за мной. Добрый день Василий. Приветствую. По образованию я технолог полиграфического производства. Полиграфия, печатная продукция, книжно-журнальная. Именно классическая полиграфия, то есть листовая продукция. Это книги, журналы, буклеты, визитки. С 2002 года в принципе я работал по профилю. Все, что связано с полиграфией на производстве. И печатником, и технологом, и директором крупной типографии. Но в 2012 году в Стамбуле на выставке совершенно случайно увидел именно вот в таком масштабном представлении промышленном печати по текстилю. Ну и с тех пор у меня как-то заранилось зернышко в голове. И видимо оно вот созревало, созревало, созревало. И в 2017 году я просто закончил все дела, которые вот имел с книжно-журнальной продукцией. Вложился в оборудование. И в июле 2017 года, то есть в июне мы запустили оборудование. Ну и в июле выполнили первый коммерческий заказ. А что это было первое оборудование? Что это было вообще? Печатная машина плюс каландр. Самое первое, то что из этой книжно-журнальной продукции было? Да, это были вот эти две единицы. Сублимационная печать, она подразумевает под собой что? Она подразумевает под собой совершенно определенные, скажем так, химические процессы, которые будут происходить при сухой возгонке чернил сублимационных на ткани, которая имеет в составе полиэстера. Соответственно, там что происходит? Там происходит следующее. Значит, при нагреве до определенных температур, соответственно, молекула полиэстера раскрывается и присоединяет к себе частичку красителя. Значит, схемы печати сублимационные, они разные бывают, но чаще всего используются именно двухкомпонентные схемы. То есть сначала на изображение в зеркальном виде печатается на термотрансферную бумагу. Она, скажем так, с покрытия. Дело в том, что сублимационные чернила, они сами по себе, они быстросохнущие. Это и плюс, и минус. Уже достаточно хорошего уровня системы печати. МСК. Она, соответственно, уже позволяет какие-то вопросы более-менее полупромышленные решения. Вот, есть попроще. О, там он заправляет. Да, вот это вот, видите, это Epson стоит. Станет Epson 9. 9300. Значит, здесь позволяет, в общем-то, делать, но не для больших объемов. То есть, соответственно, на небольших объемах все хорошо, на больших уже нет. Это, получается, сначала печатают там на бумаге, в зеркальном. Да, в зеркале. Потом, соответственно, подают определенным образом одновременно и ткань, и бумагу. Она проходит через фраг. То есть, фетр сейчас медленно-медленно вращается. Когда, соответственно, печать пойдет, он вращаться начнет быстрее. И в этот момент, там дело в том, что вот вращается, видите, вот этот вал, он разогрел сейчас, наверное, до 235 градусов. Вот. За счет нагрева вот именно тех высохших чернил на бумаге, на носителе, и одновременно касается ткани, происходит именно сухая воздумка чернил и окрашивание ткани. Она, получается, вот это вот, все, что на бумаге было, оно переносится на ткань. Она переносится на ткань, да, соответственно. Вот принимающий ролик ткани, вот принимающий ролик отработанной бумаги. То есть, что мы здесь видим на отработанной бумаге, мы видим то, что печаталось до этого. Частично здесь, получается, остается? Да, конечно. Да, изначально мы планировали печать по текстилю, скажем так, для насыщения рынка именно самих тканей. То есть, печатать по текстилю, и вот то, что вы приходите в магазины, Мир ткани, там, Атлант или еще где-то, ну, вообще в текстильной, вы видите на полках только ролики ткани с различными рисунками, паттернами. То есть, мы предполагали это. В итоге мы начали печатать по востребованию, то есть, на заказ. Бегали, искали. Первый заказчик это был юниформ-отелье, если знаете, такой Дмитрий Шишкин, дизайнер одежды. Это был один из первых наших заказчиков. Вот, собственно говоря, так и пошло, поехало. Так как я раньше активно играл в хоккей, сейчас так поменьше, родилась идея. Просто начали приставать парни в команде с шеей майку, с шеей майку, с хоккейную майку. С шеей, с шеей, с шеей, с шеей. Ну, так и пошло, поехало. Шили один раз, одну, вторую, третью. Не понравилось, подкорректировали. И пошел процесс от точки. Таким образом, мы пришли именно к шейному процессу. То есть, уже печать, но печать на текстиле, а готовое изделие, оно подразумевает, что лекало, кройку, шитье. Мы отшивались на аутсорсе. То есть, мы заказывали лекало в одном месте, печатали сами, краили сами, шили еще в другом месте. Объемов стало больше, то есть, стало целесообразным приобретение собственного швейного оборудования и, соответственно, подбора квалифицированного персонала. На сегодняшний день я бы, условно, разделил производственную часть на два вида услуг. То есть, это производство спортивной формы под заказ для спортивных команд. Хоккей, футбол, волейбол, теннис, мотокросс или еще что-то. В итоге подобрали такие ткани, которые, ну, действительно, получают положительную обратную связь от спортсменов. То есть, мы всегда работаем. Если мы где-то что-то подбираем, меняем, дорабатываем, мы всегда просим обратную связь, мы всегда работаем с заказчиком. Некоторые вещи, да, мы уже можем самостоятельно принимать там решение, но нам всегда очень важно, чтобы конечный продукт нравился заказчику. То есть, это основная часть, это производство спортивной формы, печать, пошив, ну, и добавилась у нас вышивка с этого года промышленная. Плюс, вторая часть услуг, это именно печать, печать на ткани, потому что есть швейные предприятия, у которых нету своего комплекса по печати, и они с удовольствием обращаются к нам. Люди печатают леггинсы, топы, купальники, ну, какую-то вот футболки. Наверное, на сегодняшний день выполнено свыше нескольких тысяч заказов. Соответственно, заказы это могут быть и комплексные, и единичные, то есть, я думаю, что сшито не меньше там 20-50 тысяч изделий готовых. То есть, это может быть все, это могут быть футболки, это могут быть свитшоты, это могут быть какая-то различная продукция. То есть, все, что связано с нашим профилем печать, вышивка, пошивка. Ой, да, больше, больше. Два раза был заказ у нас, 26, ну, почти 27 тысяч изделий. То есть, это с периодичностью в пандемийный год они не обращались, заказчик, но через два года они, да, да. То есть, это только один заказ был, 27 тысяч изделий. Такие красивые мешочки для, для, ну, я не могу сказать, потому что у меня по договору с заказчиком есть определенное соглашение по неразглашению информации. Это были красивые мешочки. Да, мешочек на веревочках, так вот он затягивается. А вы давно здесь работаете? Я давно здесь, да, с самого. А вы кем здесь работаете? Ну, сейчас, как бы, получается, типа, начальник производства, как бы. Заведующий. Ну, да, типа, выдаю работу. За все отвечаете? За все, да, как бы отвечаю за сроки, за все. Ну, отшиваем мы, в общем, футболки, шорты, бомберы вот сейчас вот шьем вот такие. Пойдемте, покажу вам. Ну, вот такие бомберы отшиваем. Автомобилисты? Да, автомобилисты, да, автомобилисты. Сейчас вот и свой металл заготавливаем, тоже шьем. У нас есть резиночные машины, которые делают резинку на шортах. Это вот это вот. Она, получается, вкруговую может сразу заготавливать резинку на поясе, как бы. Вот, видите, она, в принципе, вот такие вот строчки делает, как бы заготавливает, вот так вот растягивает на колесо, там, на барабан. И, как бы, заготавливает резиночку ровно, равномерно уже. А, так она, получается, резинки делает, да? Да. То, что я на прямой строчке делаю, это можно все раз за раз. Да, это можно здесь, это, как бы... Здесь строчка эластичная. Да, она, действительно, цепной стежок идет, там, получается. И, как бы, она, получается, растягивается и не лопается уже, как бы, при носке, как бы. Ну, это очень удобно. Закрепочные машины тоже у нас есть. Декоративная, получается, и закрепляет, чтобы не расходился шов. Так, а она что делает? Она закрепочки делает, вот, даже можно, кстати, вот, заканчивается, когда цепной стежок, можно вот здесь вот закрепочки поставить, чтобы резинка уже, ну, как бы, строчка не лопалась, не расходилась, как бы. Это, получается, конкретно машина под закрепки? Да, под закрепки. Вот в джинсах, видели, в карманах вот эти вот закрепочки делает, как бы, вот такие вот. Потом у нас есть петельный автомат машина, как бы, вот, как раз сейчас Ольга работает. О, такая клевая. Да. Тоже джековская. Да, джековская. Вообще оборудование вот это обожаю, мы все такое. У нее сразу и нож тут стоит, как бы, с ножом она делает, прорубает, как бы. А, то есть, получается, там дырки-то уже готовые, да? Да, да, вот дырочки уже, видите, сразу вот, оно сразу ее прорубило, как бы. Окантователь тоже уже настроен. Ну, это просто шовка просто с окантователем? Да, да, сразу с окантователем. Как бы мы ее не меняем, уже окантователь поставили, и он стоит, и мы уже... А это, получается, это в горловину можно пришивать? Да, вот я сейчас покажу, кстати, маечку вам покажу. мы ее. Сегодня, кстати. Вот видите, сегодня вшили маечку, как раз с этим окантователем. Видите, все обработано вот так вот. Уже как бы не надо, все подшивается сразу. Тоже джаковская она. Ну это получается просто как косую бейку делать, да? Ну да, только она не по косой кроится, а получается поперек ткани она кроится и полосочки такие. Поперек это так? Поперек это вот так. Не подолевой, а поперек вот так вот получается. И вот обрабатывается на той машине, вот на джаке. И она не перекашивает ее, ничего? Нет, ничего не перекашивает. Здесь специально нужно вырезать определенной как бы ширины, это окантовку, чтобы она входила сюда и как бы здесь уже заправлялась сразу. Очень удобно, кстати, и быстро. Это тоже распошивалка? Да, это старый тупикл, самый первый, который был здесь у нас, это вот тупикл. Вот сейчас у нас пришли новые джак, вот такие вот. Здесь уже с обрезкой нитки она идет. А это тот же самый, только посовременнее? Да, это уже более современный, да. Вот этот вот и еще один вот этот вот джак у нас тоже, тоже распошивалка. Точно такая же или еще какая-то другая модель? Ну, здесь, одинаковые они? Да, они с обрезкой нитки, да. Какая-то еще какая-то штука у нее идет. Ну это как бы ниточку, она захватывает сюда, чтобы как бы когда обрезает нитку, она сюда уходила, ниточка. Вот, это вот две новые машины. А потом она ее вытягивает получается что? Нет, она не вытягивает ее. Она потом дальше продолжает шить, она шьет как бы нормально все. Оборудованием у нас Дима занимается, в основном закупом вот этим вот как бы, когда мы говорим, что это надо. Дима это? Это Дима вот у нас, вот, который только что был там на вышивалке. На вышивалке он в основном стоит, Дима у нас. Потом что у нас еще есть? Оверлоки у нас есть. Оверлоки, кстати, есть с обрезкой. Вот этот с обрезкой. Это Е4? Да. Нет, Е4 это вот этот, по-моему. Вот Е4. А, это С. Это С3, вот этот С4. Нет, это какой-то побольше. Вот Е4. Да, Е4, да. А тот, по-моему, С4. Да, тот С4, там обрезка нитки у него есть. Ну это старая распошивалка. Это уже была вторая, пришла после тупикала. Как бы, сначала был тупикал, потом вот этот вот джак был второй. А потом уже... А что, самое лучшее? Какое оборудование? Больше вам нравится? Ну мне джак больше нравится. Как-то оно более мягче идет. А конкретно по машинкам какие? Ну, больше мне, конечно, нравится вот с обрезкой нитки. Вот это вот? Да, распошивалка, да. Как бы и время экономит и получается, ну быстрее как бы и качественнее. Ну не знаю, мне она больше нравится. Конечно, я сначала на том сидела, как бы сшила, но это уже лучше, то, что новое. Новые вот эти машинки тоже. А это прямо строчки? Да, прямо строчки. А пятые? А третьи? Вот это вообще шагающий иглой получается. Вот это вот. Иглой шагающий? Да. Здесь тоже обрезка нитки есть. А пятая, я говорю, ну. А пятая, да. Тоже вот прямо строчка новая. Вот Мила сидит, шьет на ней, на джаке. Тоже там закрепка автоматическая идет на этом. Вот на том? На том, на первом, да, тоже джак. Тоже что-то хорошее. Да, тоже новая машинка. Вот. Сколько Мила? Может месяца три-четыре машинки, да? Тупикл, старая машинка. Вот это у нас первая самая тоже была. Я говорю, вот самая первая, это закупали Тупикл. Не автоматы, ничего, простые машинки. Просто шили и все. Да, есть такой еще вот Тупикл у нас, двух иголка. Двухугольная машина тоже. Тоже хорошая, кстати. А что она делает? Она как бы можно сразу, вот что встречали, например, на шортах, можно сразу двойной строчкой отстрочить. Две иглы сразу идет. Вот. Так, что еще у нас? Типа что-то плоскошевки? Ну, типа, да, как бы. Но она не разворачивается. Единственное, что она только по прямой счет. Вот два утюга у нас, как бы, получается. Вот этот новый уже купили, второй. Как бы, здесь получается уже кани... Флакмом. Ну, здесь получается канистру, воды наливаешь и уже, как бы, не заливаешь никуда. Он сам берет, получается. Вот. Так, что еще у нас? Ну, вроде больше ничего, как бы. Ну, нитки покупаем уже, тоже заказываем. А, ну, там вот еще есть. А же все в Велтексе берете, нет? Да. И в Велтексе Дима берет, и... Ну, в основном Дима закупает, говорю. Ну, тоже вот зигзаг у нас есть. Это мы делаем... Это тоже старенький какой-то. Ну, мы делаем, знаете, что на нем? Вемпела вот эти вот со шнуром, видите? Вот. Это все делает вот эта вот машина зигзаг. А что она делает? А она вот так вот, видите, с зигзагом. Мононитью? Ну, это да, леской мы шьем. Как бы, чтобы не видно было, потому что иногда бывает... Это мононить? Ну, леской, леской мы называем ее, как бы. Вот вы чисто зигзаг взяли из-за вот этой штуки, да? Да, потому что иногда бывает много вемпелов, и вот только на вемпела ее используем. Потому что бытовая она так не идет, продвижения нет. Получается... А что это, получается, мононитью можно даже на такой машине шить, да? Да, но мы шьем флаги иногда. А на прямострочке там? Тоже шьем. Да? Да. А я думал, мононить это и так чисто руками что-то шить. Нет. Ну, вот, кстати, леска еще бывает. Я попробую. Попробуйте, да. Еще вот есть у нас руликовый вот такой шовчик. А, это трех... Узенький, да, такой тоненький, такой, знаете, косыночки обрабатывают, там еще что-то. Вот старый вообще, это вот старый оверлок, первый самый, тоже. Я говорю, вот, была, когда конструктор Полина... Лучше, наверное, неудобный. Нет. Ну, хотя все на столе лежит, как бы... Ну, это неудобно. А, ну, прессы, да, еще есть, вот, как бы... Здесь, получается, вот эти вот булочки ставим на них, вот эти вот... Вот, видите, кнопочки, вернее, ставим, вот эти. Ну, как бы, Дима сначала нам заготавливает выше вкусью, получается. А потом мы уже все отшиваем остальное, как бы, когда заготовлено. Здесь, да, вот и под булочки, и под люверсы. Люверсы тоже делаем. Ну, это были... Сергей Исаев, например. Это был Дмитрий Брикоткин, это уральские пельмени. Сергей Корякин. Ну, так вот, прям вот сходу. Наверное, есть еще просто вспоминать, надо сидеть, вспоминать. А так, ну, вот прям вот яркие примеры. Кратце, что можно сказать об этой машине. Здесь представлен лазерный раскроечный комплекс, оптическая система распознавания. Соответственно, она подразумевает под собой определенную подготовку файлов для резки. Ну, за счет того, что режется лазером, здесь можно достаточно точно вырезать элементы кровя и детали. Вот. Также это позволяет работать на очень широком спектре материалов. Ну, там есть определенные ограничения по толщине. Вот. А какую она не режет получается, да? Ну, да. Особо, так скажем, толстые материалы, они... А особо толстые-то какие? Ну, тут не могу сказать, мы пытались резать кожу. Она была двухмиллиметровая, она не прорезала, к сожалению. Здесь, значит, система подачи, она, естественно, ролевая. То есть, печать идет на рулон, рулон сюда, соответственно, на систему подачи. И она раскручивается и подается через вот этот вал, она подается на раскроечный стол. То есть, тут как бы все достаточно предельно ясно и просто. Ручной термопресс, простой, как автомат Калашникова. Задается время и, соответственно, температура. Это, в основном, для термо-трансперов, да, такая рабочая лошадка? Да, да. Элементарно, не зная швейного дела, вообще, ну, понятие, что такое нитка-иголка, только там, в детстве на уровне подшить штаны, там, дырку, залатать или еще что-то. Один из первых заказов, больших для меня тогда, это был порядка 120 футболок для корпоративного мероприятия, спортивного. То есть, ну, такая серьезная компания достаточно обратилась к нам. 120 футболок, мужских, женских, просто, вот, люди сняли стадион на выходные, и, вот, у них там все выходные, вот, корпоратив был в таком, как бы, спортивном формате. Для этого они заказали футболки. Не было опыта, было только огромное желание. В итоге мы напечатали, напечатали хорошо, но мы заказывали лекала на стороне. Не лекала были плохие, просто мы со своей позиции отсутствия опыта не смогли что-то там проверить, допустим, перепроверить. В итоге еще, как бы, сам процесс по лекалам шел не совсем быстро, и у нас оставались сжатые сроки. То есть, было принято решение, что, там, лекала на каком-то... Это я сегодня могу сказать, что это не финишный этап был, да, но тогда он казался уже финишный этап, все запускать в производство. Мы напечатали, сшили хорошо, напечатали хорошо, покроили, все здорово, но мы пролетели именно по лекалам, по конструкции. Они получились, ну, маломерки. И мы сдавали заказ уже почти накануне мероприятия, и, соответственно, футболки раздавались на самом мероприятии. Мне звонит заказчик, говорит, приезжай, смотри, что ты нашел. Ну, впечатления не самые приятные, когда очень большое количество людей подходит к тебе, и, как бы, ты видишь, что, на самом деле, твоя продукция, она... Ну, я бы сейчас сказал, ужасно, ужасно. Она красивая, но нету, ну, нету точки итоговой. То есть продукция сделана не должным образом. Вот, например, получили только совсем небольшую часть за, фактически, там, за стоимость ткани, даже меньше, там, в половину, в треть, наверное, и все. Ну, я при этом понимаю, что заказчику платить больше не за что. Вот, просто не за что, вот, слово совсем. Это был просто очень печальный опыт, это был, ну, залет, это был залет. Страшно, ну, страха глаза велики. Ну, следующий заказ я просто сделал следующим образом. Я взял те же самые футболки, да, которые мы там остановились на каком-то этапе. Побегал, изучал информацию, пообщался с людьми, знающими в этой сфере области. Довели лекала до ума, да, конструкцию футболки. И при этом уже спокойно в следующий раз другому какому-нибудь заказчику смог предложить эти же самые футболки. И тогда я понял, что нельзя останавливаться на каком-то промежуточном этапе. Нужно достигать финиша. То есть, ну, вообще, что такое? Допустим, это для нас там футболка, да, для пользователей. Толстовка там или еще что-то. Первое, что появляется, это, допустим, дизайн. Да, дизайн, то есть, крой там, изделие так, вырез такой, там, объем, приталин, не приталин. Незауженные изделия. Дальше появляется лекала. Это еще один этап. Потом строится лекала, отшивается несколько пилотных образцов с примеркой, с корректировкой. Дальше принимается размер. Дальше идет что? Градация лекал. Дальше все это дело должно проверяться. Параллельно происходит подбор фурнитуры, ниток. Ну, вот, все до мелочей должно быть. Обработка. Здесь шов подгибается. Здесь эверлок. Здесь прямострочка. Здесь есть отделочный шов. Все это придает, все вот эти нюансы, все придает в конечном счете. Вот. Именно, условно, на сколько из десяти оценят ваш продукт. Это опыт. Это опыт. Только нарабатывать. Только нарабатывать. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Не бойтесь. Пробуйте, делайте. Ошибайтесь. Продолжайте. Исправляйте. Делайте выводы. Это, наверное, самое главное. Потому что мы ошибались несколько раз. Не скажу, что много. Ошибались. Сделали. Принимали. Просто делали правильные выводы. Продолжали развитие. И самое главное, бояться. Но тут надо работать. Надо работать. А получается, смотрите, вот эту вот футболку, кстати, это и здесь печатал. Здорово. Вам нравится? Ну да. Клево. Отлично. Дизайн вот этот сделал на компьютере. Она такая яркая, свежая, там как бы сочная. Да. Я думал то, что и когда мне напечатать, думаю, вообще будет не то пальто. Оказывается, она вообще точь-в-точь передала. То есть, получается, это же очень важно, да, когда очень хорошее оборудование. Только что мне приехало кое-что очень крутое. В общем, расскажу немного подробнее. Я недавно... Угадай, кто пришел. Все понятно. Камеру только включил, сразу код пришел. Лет пять, наверное, назад я занимался тем, что я делал арты на заказ для знаменитости, там продвигал. Ну вот пять лет где-то лежали. Их там несколько сотен, может даже тысяч сделано. Их очень много реально. И они лежали. Я думал, что с ними делать-то просто так лежат. У меня же есть ткань GTA. GTA-шка, помните, я делал из GTA-шки? Вот. И там вот этот такой арт сделан. Калаш, точнее, калаш такой прикольный сделан. В него вставлены разные картинки из GTA. Да. И сделал такой вот, как бы ткань принтованная. Получилось очень клево у них. Вот. Я из нее шил как-то. И я такой думаю, а что если я такой же сделаю? Я сделал точно такой же калаш. И вставил в нее вот эти все свои арты, которые я делал. Я сделал две ткани и, получается, напечатал это. Вот. Эта ткань мне только что приехала. Это делали у нас в Екатеринбурге здесь. И я сделал две ткани. Я люблю очень Blackstar. Я фанат Тимати и его команды Blackstar. Вот. Я, получается, сделал одну ткань с артами чисто Blackstar. Там Тимати, Клава Кока, Натан. Там, в общем, все артисты Blackstar. А второй арт я сделал другие музыканты, которых я люблю. На тот момент, которые... Ну, когда я делал эти арты, я любил этих музыкантов. Я слушал их. Там какие-то есть актеры, даже зарубежные актеры, которые... Ну, которые мне нравятся. Там Нагиев есть. Буэн Джонсон, Вин Дизель. В общем, все, кто мне нравятся, я тех и сделал. В общем, вот. И, конечно же, да, я добавил свой логотипчик. Вот, видите, это все актеры. Здесь Хабиб есть. Звезда сериала Ольга. Аветис 9 грамм. Здесь есть Джак Калиб, Гуф. Как и Нагиев. Вот есть Сява. Мияги. Эншпиль. Трутень. Восточный Округ. Макс Фадеев. Хонор Макгрегор. В общем, много кто. Вот, это одна ткань. Это вот одна ткань, которая получилась, да? Ее у меня 3 метра. И есть вторая ткань. Только уже с Блэкстаром чисто. Сейчас покажу. Вот. Вот здесь есть Тимати Натан, Саша Чест, Егор Крид, Мод, Элван, Скруджи, Дэнни Мьюз, Назима, Слейм. Качество принта, это просто, это просто бомба. Это просто пушка, ребят. Это вообще, это огонь. Это словами не объяснить, какое чувство. Представляете, эта идея, она жила во мне больше 5 лет. Лежала, и я такой, хопсы. А что бы из этого кофты не сделать, да? Или из футболки. Вот, это будет, ребят, это будет бомба. Понимаете? Это я придумал вообще это. Теперь у меня 2 ткани есть офигенных, клевых, крутых. А за окном смотрите, что творится. Дождь идет, гроза началась, представляете? Вот я только начал снимать, и за окном такое творится. В общем, ребят, качество пушка. Я прикреплю здесь ссылки, где я заказывал вот эту ткань, принтованную, и все. А вон вот себе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА